доброго времени суток всем друзья с вами я и скраббер у нас сегодня обзор сяоми редми 6а бюджетник от компании сяоми можно сказать это самый самый бюджетный телефон этой компании продолжение серии помните был 4а 5а и сейчас 6а в чем основные изменения мы сегодня конечно же посмотрим на данный момент у него новый процессор и он отличается от предыдущих то есть от процесса другой компании улучшенный дизайн но и многое много другое давайте обо всем по порядку в начале начнем с распаковки привычная нам уже всем коробочка такого оранжевого цвета красивая тоже вызывает интерес комплектация у нас инструкция зарядка на 5 вольт 1 ампер микро юсби и избе и скрепочка в принципе все больше комплектации ничего нет отметим если вы заказываете молли инструкции или мануал будет на русском языке и также сразу же будет у вас евро вилка то есть никаких проблем с переходниками вам учиться не надо давайте откроем сим лотки и обратите внимание здесь тройной так скажем сим лоток то есть один двойной один на наносим и micro sd другой просто на наносим но в целом это уже плюшка это интересный плюс отличный ход для бюджетника это просто супер 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 если когда-нибудь во флагман свезут такую историю то наверное этот флагман порвет вообще все шаблоны и будет одним из самых популярнейших флагманов на планете и так перейдем к скрайба взору экран здесь айбе смотрится диагональ 545 соотношение 18 9 модная все по-современному разрешение 1440 на 720 пикселей и и плюс качество соотношение пикселей на дюйм 295 можно сказать здесь не совсем большое разрешение да это так но в принципе здесь не такой мощный процессор не такая большая батарея и так далее то есть в принципе для бюджетника здесь а соотношение сторон разрешение экрана все все в пределах нормы по дисплее в целом отметим что это такой средненький дисплей самое удивительное что мне понравилось в этом дисплее это олеофобное покрытие здесь она великолепного качества и даже интересно почему силами на бюджетник установили такое великолепное олеофобное покрытие это здорово большой плюс для этого телефона углы обзора так себе вида что не всем они качестве хотя кому они особо нужны но в принципе это тоже говорит о качестве самого экрана максимальная яркость не такая высокая и минимальная яркость не такая низкая то в темное время суток или вообще без света когда вы будете смотреть в этот телефон то возможно вам будет слепить немножко при ярком солнце с яркости будет не хватать все это говорит о том что в принципе это бюджетный бюджетный смартфон при желании здесь есть настройка цветопередачи то есть вы можете настроить немножко холоднее теплее как вам нравится как вам удобно или же вы переходите с нового телефона там допустим был более холодный экран а здесь теплит то есть вы можете здесь все настроить идеально под себя модули связи lte есть в третьем и 7-м бенде, также 38-й бенде, Wi-Fi 2.4, то есть однозонный, GPS, Bluetooth 4.2. Здесь, в принципе, все стандартно. Отметим, что L3 есть во всех нужных бендах. Необходимый для работы 4G. Смартфон работает под управлением Android 8.1, MIUI 9.6. В дальнейшем должно прилететь обновление на MIUI 10. Пока что не прилетело, я проверял, пока ее на данный момент нет. Приятно, что здесь стоит одно из самых последних обновлений, MIUI. Xiaomi следят за ультрабюджетниками. Это очень здорово. В принципе, здесь есть все необходимые жесты. Пожалуйста, можете установить жесты, пользоваться как на современных iPhone'ах и так далее. То есть все прелести и плюшки жизни с современной MIUI здесь есть. Ничего не вырезано, все идет по стандарту. Камеры. Камера здесь основная на 13 Мп, апертура f2.2. И фронталка на 5 Мп, апертура f2.2. Основная камера снимает видео в Full HD качестве. Стабилизация здесь как будто бы есть, но фактически ее на самом деле нет. Примеры, фото и видео вы увидите далее в обзоре. Центральный камень здесь Helio A22, построенный по 12-нм техпроцессу. Это самое большое отличие от предыдущих бюджетных телефонов компании Xiaomi. Ранние телефоны Redmi 4A и Redmi 5A были на 425-м снапе, и они очень неплохо справлялись. Сейчас Helio A22. Камень новый, интересный. Видеоускоритель PowerVR Rouge GE8320. И версии есть на 2.16 и 2.32. В нашем случае 2.32 заказанное на Tmoli. А сейчас давайте обратим внимание, сколько вся эта комбинация выбивает в Antutu. Синтетические тесты. В Antutu он выбивает приблизительно 63 500 баллов. Очень неплохие показатели, по сути они выше, чем у предыдущих процессоров. Но все-таки процессор этот в некоторых отношениях слабее. А конкретно это видеоускоритель. Цвета у этого телефона существуют серый, голубой, золотой и розовый. Сканер отпечатка пальцев нет. И также нет и к порту. Это, конечно, минус, но в принципе с этим жить можно. Если говорить о конкурентах этого телефона, в некоторых тоже такие же показатели, допустим, у компании Honor. Звук. Звук из динамика, в принципе, такой ниже среднего. Так отметим. В наушниках он стабильный, нормальный, обычный звук. Батареи на 3000 мАч. Конечно, компания Xiaomi приучила нас, что они ставят уже гораздо больше батарейки. И нам хотелось бы здесь 3500-4000 мАч. Но это бюджет. И на один день этого телефона вполне себе хватает. Конечно же, ни о какой быстрой зарядке здесь речи и не идет. Конкуренты этого телефона. Ono 7A, Lenovo K5 Play, Meizu M6T и Redmi 5. Ценник это самое приятное в этом телефоне. На минимальной версии идет на 6700. На Tmoli это приблизительно около 100 долларов. На Ali он стоит приблизительно 90 долларов. Но даже есть и еще более меньшие ценники. Конечно же, все это на глобалочке. И ссылочки на продавцов есть, конечно же, в описании. Давайте поговорим об элементах этого телефона. Передняя панель и боковые грани. Сверху у нас камера на 5 Мп, разговорный динамик и различные датчики. Слева слот для SIM и microSD. И также ниже его слот для nanoSIM. Внизу у нас microUSB и основной микрофон. На правой грани у нас кнопки громкости и кнопка включения-выключения. Основная камера на 13 Мп, вспышка, микрофон для шумоподавления. Также мини-джек сверху. А задняя крышка полностью пластиковая. Также на задней панели находится решетка динамика. Да, это преемственность. Как вы, наверное, уже обратили внимание, на всех ритмиках, ультрабюджетниках динамик располагается именно на задней крышке. Такое расположение, скорее всего, очень дешево в производстве. Поэтому на бюджетных телефонах динамик стоит именно сзади. А давайте проверим телефон на серфинг. YouTube возьмем и Chrome. В YouTube серфинг мне не очень понравился. Конечно же, он не такой уж и плохой, но бывает подтормаживание, фризы небольшие и так далее. Пользоваться можно, но если вы, допустим, пользовались каким-то таким более мощным смартфоном, то это сразу же бросается в глаза. А в Chrome, кстати, ситуация гораздо лучше. То есть, можно, в принципе, неплохо себе серфить по интернету, смотреть личные сайты, лазить по соцсетям и так далее. Поэтому в YouTube чуть хуже, в Chrome получше. Плюсы и минусы этого телефона. Первый плюс этого телефона, конечно же, его цена. Второй плюс – это эргономика и в целом, можно сказать, дизайн. Это, в принципе, современный, хороший, такой нестыдный дизайн с небольшими рамками сверху и снизу. Третий плюс – это тройной сим-лоток, куда можно поставить две nano-симки и microSD. И четвертый плюс – это вход о возможности этого телефона, учитывая его цену. Из минусов я бы отметил слабый процессор и его видеоускоритель. В принципе, комбинация со Snapdragon всегда была выгоднее и лучше. А второй минус – здесь нет стабилизации видео. Конечно же, это не самый очевидный, но, в принципе, Xiaomi могли бы это и сделать. По сути, это на программном уровне и проблем с этим быть не должно, но его здесь нет. А перед тем, как мы продолжим, друзья, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, делайте репост этого видео, если есть такая возможность. Итак, продолжаем. Дизайн. Перед нами типичный Xiaomi 2018 года, если говорить о передней части и о задней тоже. Сзади пластик, но пластик такого нестыдного уровня. В принципе, на ощупь он не кажется каким-то совсем таким дешевым. Поверхность пластика матовая, отпечатков пальцев он почти что не собирает. Поэтому это тот редкий случай, когда телефон, по сути, не нуждается в чехле, потому что пластик надежный. Если он даже упадет, ничего с ним не случится. В кармане тоже держится так себе неплохо. Очень хорошо лежит в руке. И отметим, что это телефон небольшой. А небольшой телефон для 2018 года, как вы понимаете, уже редкость. Недавно на канале у меня вышел топ небольших телефонов. Можете, кстати, его посмотреть. И обратите внимание, что найти небольшой телефон в 2018-2019 году не так уж и легко. В качестве аппаратной платформы используется Helio A22, как мы уже говорили. В туда входят 4 процессора на Hydro Cortex A53 с частотой до 2 Гц. Имеется возможность установки карт памяти. И на карту можно перенести файлы приложения, освобождая таким образом место на внутреннем накопителе. Если вы берете 16 ГБ, то у вас будет свободно всего лишь 10 ГБ памяти. Если же вы берете версию на 32 ГБ, то у вас будет около 22 ГБ свободного места. Что касается процессора, то здесь хотелось бы видеть компанию Qualcomm Snapdragon. Конечно же, очень хотелось, но Xiaomi решили сэкономить. В принципе, с одной стороны, это правильное решение, потому что бюджетники никто не покупает для игр. Их покупают в основном для того, чтобы звонить, сделать пару фоточек не такого хорошего качества и так далее. И для этого Helio A22 за глаза. И, в принципе, в других программах он будет неплохо справляться. Но если вы хотите игровой смартфон, то Helio A22, конечно, никоим образом не тянет игрушки. Если вы смотрели распаковку этого телефона, Asphalt 9 просто-напросто на секунде 7-10 вылетает и ничего с этим не поделать. Никакие настройки не помогают ни на минималках, ни на максималках, ни на каких настройках этот телефон просто не справляется. Бедой всему, скорее всего, является видеоускоритель, который здесь просто-напросто очень-очень слабый. Найдет ли телефон свою аудиторию? Конечно же, да. Многие у меня спрашивают бюджетный телефон для того, чтобы просто позвонить или чтобы просто обновиться. Но они не играют в игры, им не нужны какие-то требовательные программы и так далее. Да, в принципе, в интернете они особо не зависают. То есть, нужна звонилка, нужна пару каких-то программ и так далее. И чтобы выходили более-менее несносные фотографии, на которых можно что-то разглядеть. И, поверьте, таких покупателей очень много. Они говорят, мне нужна звонилка в районе 6-7 тысяч рублей. Без проблем. Redmi 6A это как раз этот вариант. Перейдем к камерам и посмотрим, на что они способны. Так, берем тестер для линз, нам уже привычный. Увеличиваем. И что мы здесь видим? Мы видим, что, в принципе, даже пятый ряд не такой четкий. Контрастности нет. И, отпускаясь к четвертому ряду, видно, что он уже, в принципе, так смешивается. О пятом ряде мы даже и не говорим. Идем к краю линзы. То есть, ближе к краю линзы. В принципе, здесь та же самая ситуация. Изменений никаких нет. Следующий дубль делаем. И все снимки мы делаем с рук, не используя штативы. В принципе, здесь ситуация не изменилась. На автомате происходит все то же самое. Никаких изменений. Неплохая детализация. Она идет на уровне бюджетного телефона. Следующая фотография сделана в комнате. При хорошем комнатном освещении сверху очень много света. Дальше плафоны световые. Все видно заполнено. Даже по граням этого куба понятно, что света много. Увеличиваем и видим, смотрите, здесь большие шумы. Детализации, в принципе, нет никакой. То есть, вот здесь она еще немножко присутствует. Но, в принципе, все остальное заполняется шумами. По детализации, обратите внимание, сам Списисбрук, да, то есть, тоже, в принципе, все отсутствует. В целом, фотография такая, получается, ну, очень среднего качества. Нет каких-то ярких цветов, которые бы выделялись, да, и, в принципе, цветовой градации. Следующая фотография сделана при комнатном освещении. Большие плафоны со светом выключены. Ситуация изменилась в какую сторону? Понятно, что свет падает сверху, и здесь мы увидели фактуру. В принципе, нормальное явление, но по детализации все осталось то же самое. Такие же блеклые цвета, блеклые тона. Ничего выдающегося, что мы и ожидали от этой камеры. Сейчас мы посмотрим видео на основную камеру. Ну что, друзья, пишем сейчас мы на основную камеру. Звук мы тоже непосредственно пишем на камеру. Снимаем при хорошем комнатном освещении, и вы можете увидеть приблизительно, каким образом снимает Redmi 6A. Пишем мы Full HD качестве, потому что это максимальное качество на этом телефоне. Камера, я бы так сказал, посредственно. Конечно, она стоит своих денег, это однозначно. И дешевизне самого телефона, я думал, что они занесли сюда стабилизацию, но ее здесь нет. Но она как бы формально есть, но по сути ее нет. Вот давайте посмотрим. Вот сейчас я потрясу немножечко. Потрясу, и вы обратите внимание, что... Далее селфи-камера. Вот такие снимки получаются на селфи-камеру. Здесь включен режим какой-то beauty, beauty режим такой, видно сразу же. Следующая фотография, кстати, по детализации неплохо получилось, но отметим, что здесь тоже великолепный свет. То есть комната наполнена светом полностью. То есть это, в принципе, максимально, что может добиться от фронтальной камеры. Если у вас света будет не хватать, то, конечно же, снимки будут еще хуже, чем эти. Ну и вот режим портретный. Здесь, конечно же, все очень плохо. Это не Google Pixel. Понятное дело. Здесь одна камера, второй камеры для поддержки нет. Даже видно вот какие-то такие небольшие фрезы, непонятки, видите, да? Дублирующий слой идет сверху. Но, в принципе, как-то вырезано, вырезано каким-то образом. Для бюджетника отметим, что, в принципе, неплохо, что даже есть такой режим. Это уже здорово и хорошо. Так, селфачок проверяем и подводим некоторые выводы. Звук, кстати, пишем тоже непосредственно на камеру, но на компьютере я, возможно, подтяну немножко звук, если он совсем будет тихо записан. Итак, какие выводы по поводу этого телефона? Первый вывод. Телефон стоит однозначно своих денег. А камера плюс-минус снимает неплохо за свою цену. Мне тоже понравилось. Видео, ну, как бы так себе. По поводу процессора Helio A22. Ютубчик тянется очень так себе. Он бывает подтормаживает, но это как-то не критично. То есть, как бы нормально. Если вы переходите с любого другого бюджетника, как бы на этот телефон, да, в принципе, разницы особо вы не заметите. Как бы плюс-минус все такое одинаково. Если вы переходите с телефончика там постарше, допустим, Redmi Note 5 и так далее, то, конечно, фризы, лаги вы почувствуете сразу. Если вы хотите поиграть и что-то дешевое, прям вообще дешевое-дешевое, тогда берите Redmi 5, да, Xiaomi Redmi 5, который на 450-м снаппе, тот будет тянуть вообще отличные игрушечки, даже на средних настройках. Может быть, даже где-то на максималках вы умудритесь его запустить, но, как бы, Redmi 5 будет приличнее, приличнее. Такие выводы, друзья, по поводу этого телефона. Телефончик в целом мне понравился. Еще раз повторюсь, если у вас бабушка просит, мама, папа, там, так далее, то есть, в принципе, можете тоже им подарить. Это неплохой вариант будет именно для них. Друзья, с вами был я, Эдскрайбер. Подписывайтесь обязательно на этот канал, жмите лайк этому видео, делайте репост видео, если есть такая возможность. Всем хорошего настроения. А, и также пишите комментарии. Всем пока-пока.